Конечно, хотелось бы, чтобы прежде всего было то, что людям обещано, даже если уже эта стройка была, как говорится, нечестным путем заведена была, хотелось, чтобы сохранены были все условия. Прежде всего, это больше всего пугает, не дай бог, какой-либо пожар, не дай бог, не дай бог, какой-нибудь там ЧП у них, да, приближение данной стройки к жилому массиву, я считаю, что недопустимо. Я считаю, что это прежде всего перекинется, в первую очередь, и пострадают обычные жильцы. Теперь, если были выиграны ссуды и было решено, что стройка будет не выше второго этажа, тут не должно было никаких быть оговорок, что это не выше второго этажа. Сейчас начнутся оговорки второго строительного этажа и так далее, да, вы знаете, что такое понятие, можно лавировать и обходить все, как говорится, мосточки, да. Вот, потом, значит, теперь, куда будут выведены все, чем будет дышать население, которые закрыли практически весь дом. Это все, все, все будет выведено, все будет выведено конкретно на, значит, на жилой массив. Мы предполагаем так, как в связи с тем, что по другую сторону находится, по другую сторону находится, конечно же, мере. Куда будут выведены? Они будут спрятаны от видения, от проспектов, от всего этого видения. И все будет, конечно же, опять мы чем будем дышать, мы чем отравляться будем. Ну, в принципе, я вот высказываю свою позицию. Даже пугает уже не то, что нас уже закрыли полностью от и до, а пугает необратимые последствия, которые мы уже наблюдали. Что во многих городах случаются пожары, и как это потом, ни подъездов, ничего. Посмотрите, у нас всего три подъезда, которые у нас в противопожарной точке. В третьем подъезде, в шестом подъезде и в девятом подъезде. Выходя, не дай бог, какой-нибудь у нас ЧП, мы, выбегая, наши жители будут утыкаться просто в сены данной постройки. Нарушены все СНИПы и все законодательства о градостроительстве. Значит, от стены дома до стройки, значит, 10 метров. Значит, если это будет завершено строительство, создается аэротруба, которая полностью, ну, мы становимся заложниками, как в этом, в крематории. Понимаете, заживо элементарно могут сгореть тысячи жителей нашего дома. И не успеем, как говорят. А здесь, вместо того, что наши требования будут при пессимистичном настрое, значит, палаточные для разбора полетов, значит, где будут выделять погорельцам 100 тысяч рублей и все остальное. То есть, смысл наш заключается в том, чтобы все-таки остановить этот объект, значит, никакие рамки он не входит, 10 метров, это просто с той стороны 17 метров, значит, 5 этажей будет закрыты от солнца, который полностью... Мы ведь с вами когда-то, большинство ветеранов, во имя отчислено своими руками, возводим солнечный город на камень. Мы его возвели, а теперь у нас солнце отбирают. Вот чтобы это, как говорят, остановить, значит, мы сейчас из гражданской правовой ситуации будем идти по пути, значит, уголовно-процессуальных деяний. Чтобы, ну, уже накопилось столько информации, которая, значит, говорит Латыпов, исполнитель исполкома, признал свою вину в выделении незаконно. А что такое коррупция? Мы против коррупции, да? Это когда минимум социальное явление, в котором минимум две стороны участвуют. Вторая сторона вытекает из этого Бибишева. Так вот мы сейчас требуем то, чтобы, значит, там, как заявляют следователи, Латыпов раскаялся и избежал уголовного преследования. Слушайте, ну, это вот вообще у нас государство какое-то здесь, вернее, анклау, который полностью, значит, ну, ни один закон не соблюдается. Ни один.